Друзья, всем привет! Вы на канале Мотосанчо и сегодня по многочисленным вашим просьбам будет видео технического содержания. Мой друг Михал сегодня собирается сделать синхронизацию своему Сузуки Вестром 650DL, а также дособрать его полностью и приготовить к сезону. Оно и не удивительно, ведь на улице у нас установилась самая настоящая весна. Сегодня плюс 10, светит яркое, жаркое солнышко и очень много мотоциклистов уже появилось на дорогах, а по прогнозу с каждым днем будет становиться все теплее. Ну и вот я то ли напросился ему помочь, то ли приехать поснимать об этом видео. В общем, сегодня речь пойдет о синхронизации. А помогать нам сегодня будет, конечно же, Эдди! Все, пускай, 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 пускай! Немного забегая наперед, так сказать, небольшой спойлер. Вот такая Хонда Варадера 125. Два цилиндра. Необходимо сделать обслуживание предсезонное. Она после зимовки отказалась запускаться. Думаю, будет любопытно узнать, в чем же причина. Итак, Вестром. Помните, мы здесь регулировали зазоры на клапанах, а сейчас предстоит синхронизация. Что же это такое и с чем ее едят? Многие, думаю, слышали про то, что карбюраторы надо обязательно чистить и синхронизировать. Но это у нас инжектор, здесь впрыск. Дело в том, что инжектор и карбюратор – это как бы про то, как образуется смесь, как воздух насыщается топливом, каким способом. А синхронизация – это про количество воздуха. Какое количество воздуха единовременно подается в один и второй цилиндр. Оно должно быть одинаковым. Если мы добавляем газу, а заслонки на дросселях у нас открываются неравномерно, то и цилиндры будут работать неравномерно. Один будет тянуть больше, второй меньше. Соответственно, неравномерный износ, неравномерная нагрузка на коленвал, неполная отдача мощности. Так что сейчас будем с этим что-то делать и что-то решать. Конечно, братцы, не очень удобно здесь все это показывать. Вот у нас приходит трос от ручки газа. Здесь такой своеобразный сектор. Когда газ выкручиваем, значит у нас здесь поворачивается дроссельная заслонка переднего цилиндра. А с другой стороны, вот здесь видно, идет тяга от дроссельной заслонки переднего цилиндра к дроссельной заслонке заднего. За счет длины этой тяги, а если быть точным, за счет вот этого регулировочного винта с пружинкой и добиваемся одновременности открытия. Для этого надо сейчас подключить вакуум-метры. Это такие приборы, которые измеряют разрежение. Можно давление в плюс, а можно давление в минус. Вот это дело сейчас подключим. Организуем запуск и по разрежению будем судить о открытии заслонок. Между двумя корпусами дроссельных заслонок там внутри обнаружился один шланг. Такая своеобразная переплюйка, выравнивающая давление. Мы с одного корпуса ее стащили, там на штуце родили шланжик. А здесь вот эта сама переплюйка. Через переходничок тоже соединили со шлангом. Чтобы не возиться с удлинением топливного шланга и обеспечением питания топливного насоса, просто бак немного приподняли и доступ к регулировочному винту у нас уже есть. Не так удобно, но работать можно. Начнем с калибрации наших приборов. Они новые, что показывают неизвестно, поэтому мы возьмем пока один шланг. Второй я заглушил винтом. И через тройник подключим сразу к двум вакуумметрам. Запустим двигатели, посмотрим будут ли они показывать одинаково. Запуск. И сейчас, не спеша, откручиваем клапана. Винтовые такие зажимы. Помните, я заказал из Китая китайские вакуумметры и ухайдохал их на Днепре первым запуском. Откуда-то пошел дымок. Такой ароматный, с запахом масла. Одна стрелка у нас постоянно срывается в какую-то истерику. Мы решили, что это может быть вибрация от двигателя мотоцикла. Уложили на кабуретку. Здесь получше. Такое ощущение, что одна чуть более чувствительна. А если вот эту больше приоткрыть. Очень тонко еще и с этими зажимами. После такой калибрации от работы одного цилиндра подключаем уже к двум разным. И вот сейчас увидим разницу именно между разрежением под дроссельными заслонками переднего цилиндра и заднего. Запуск. На холостых похоже. А если плавно добавлять... Идеально, на мой взгляд. Смотрим внимательно, сравниваем. Я думаю, даже трогать ничего не надо. Просто собираем мотоцикл. Но тему-то надо развить. Если бы у нас сейчас были разные показания, мы, отталкиваясь от них, начали бы крутить вот этот винт, добиваясь одинаковых показаний. То есть в одну сторону крутим, смотрим, одна стрелка пошла там больше, другая меньше. Добились одинаково. В этом положении все зафиксировали. Отключили, собрали мотоцикл и поехали кататься. Весь пластик набросали обратно. Все отлично. Михалу предстоит еще заменить масло. Ну а чтобы вы не расстраивались по поводу такого короткого видео, будет вам еще дополнительный бонус в виде запуска вот этого адового мотоцикла. от пана Войтека. Все собрано в лучших традициях охламоностроения. Топливный бак, проводка, зажигание. Запомнил. Запомнил. Отойду в сторонку. Вдруг передача. Нема контакту. Нема контакту. Ого. Оно еще. На радость всем соседям. На радость всем соседям. Рядная четверка. Оно еще максимум запомнился. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все в дыму, уши закладывает Кстати, обратили внимание на Днепровское заднее крыло? Это почти Днепр! Сравните! Сузуки Вестром 650 кубов Полноценный тур эндуро И Варадера 125 кубов Такой мопед для подростков Но по размерам они одинаковые Вот абсолютно! Вестром еще и стоит на досках чуть повыше Обалдеть! Вот и результат нашей работы Ездит Отлично ездит Сейчас еще немножко разогреется И масло в нем поменяем к сезону А вот вам лайфхак Как слить масло Не снимая при этом защиту Масло сливается прямо по ней Надо только мотоцикл Немножечко приподнять и наклонить Откручиваешь сливную пробку И все течет Побежала маслица И знаете, я вам скажу Оно не очень-то и грязное Можно бы еще ездить и ездить И на течение бежать Ну вот, пожалуй, что и все С мотоциклом разобрались Можно отправляться домой Ужинать Поскольку я сюда приехал сразу после работы Даже в рабочей одежде Впереди выходные Как раз постираем А на сегодня у меня все Всем спасибо, друзья Всем счастливо И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok